Всем большой привет! Сегодня речь пойдет о посылке, которую я недавно получила от L-Box. Это было целых две коробочки. Но о второй коробочке я расскажу чуть позже, потому что я еще не все продукты попробовала. И начну я с вот такой вот коробочки. Внутри все такое десчачье, розовенький такой вот пакетик, ленточки фирменные, где написано L-Box. В общем, очень такой приятный, очень приятный сразу такое впечатление. Внутри создается вот такая вот красивая открыточка. Все такое по-девчачье, красивенько сделано. Также был внутри буклетик, где были описаны продукты, которые находятся в этой коробочке. И начну я с пробничков духов. Это ДНГ, духи. Вот это конкретно 14 номер. Это женская туалетная вода. Также был пробник мужской туалетной воды, 21 номер. Но я уже это все раздала, потому что запахи совершенно не мои. Далее пойдет речь о таких двух продуктах фирмы KMS California. Color Vitality, шампунь и кондиционер. В принципе, впечатления достаточно неплохие. Хорошо распутывают волосы, такие приятные, гладенькие. Я бы не сказала, что они добавляют мне какого-то дополнительного блеска волосам. Но на ощупь очень приятные и действительно гладкие. Был момент, что я им воспользовалась вечером и не расчесала волосы. Просто немножко подсушила и на утро у меня очень-очень хорошо расчесались волосы. То есть плюс в том, что они распутывают волосы. Это однозначно, потому что в других шампунях у меня бывает, что волосы путаются. А эти, конечно, наверное, из-за рассыпчатости, которую они создают, вот эти волосы, такие легенькие-легенькие. Не пушатся, совершенно не пушатся. Но очень-очень приятные на ощупь. Запах стандартный кондиционера с шампунем. Состав, в принципе, тоже обычный стандартный каких-либо там СИОС или таких каких-то шампуней. Ну, наверное, нацелен как будто бы на какую-то профессиональную такую косметику. Два вот таких вот пробничка фирмы Гайнот. Не знаю, правильно ли я прочитала. Один это для очищения кожи, второй как крем. Для очищения кожи Hydra Tender он заявлен как для снятия макияжа, для очищения после макияжа. Но мне показалось, что он как-то не очень основательно очищает, поэтому я его использую как дополнительное очищение. Например, я сначала очищаю кожу каким-нибудь гелем, а потом уже наношу это средство. И он совершенно не стягивает кожу, не сушит ее, никаких неприятных ощущений нету. Наоборот, только лишь приятные. И затем я наношу вот этот вот кремчик. И, ну да, увлажняет. Кожа достаточно приятная, такая чистенькая, чувствуется немножко бархатистая. Но никакого такого помпезного эффекта нету. Но в совокупности, в принципе, достаточно достойные средства. Мне они понравились. Я им пользуюсь уже, наверное, 4 раза уже использовала. И там все еще есть что-то. То есть, такие вот миниатюрки, но достаточно долгоиграющие, можно сказать. Вот. А далее пойдет такая сыворотка от Lancome, Genifig. Активатор молодости. Конечно, я ее не пользовалась. Я дала его женщине постарше и узнала ее впечатление. Вот такая вот небольшая. Небольшой флакончик. Внутри находится такая петочка. Немножко такая мутноватая водичка. Запаха практически никакого нету. В общем-то, ей понравилось это средство. Увлажняет хорошо кожу. Надо им наносить утром и вечером на все лицо. Там вместо крема, по-моему, написано. Немножко разглаживает какие-то морщинки. Но в целом, конечно, наверное, не уберет какие-то глубокие такие уже возрастные морщины. Но, наверное, нужно еще больше попользоваться. Она попользовалась три раза. Конечно, пока особого такого результата нет. Но ощущение очень приятное. Ей действительно очень понравилось. И последнее, что у меня входило в коробочку, это тушь Диоровская. Диор Шоу Нью Лук. Черная тушь. Такой вот небольшой вот пробничек. Наверное, впечатление у меня несколько такое двоякое. В принципе, я очень так скептически отношусь к люксовым тушам. Вот. Такая вот небольшая прирезиненная щеточка. Обычная, не загнутая. Она не подкручивает реснички. Совершенно их не подкручивает. И после первого нанесения создается ощущение, что у вас ресницы практически не накрашены. А только лишь вот тушь придала немножко цвета и немножко удлинила. Да, с удлинением она, конечно, тут выигрывает. Если нанести эту тушь во второй, а то и в третий слой, результат, конечно, становится намного-намного лучше. Но, опять же, она все равно их не подкручивает. То есть, советую все-таки воспользоваться, наверное, щипчиками. Но она отлично удлиняет ресницы. Эта тушь сейчас у меня находится на ресницах. На моих ресницах, в принципе, тушь смотрится достаточно неплохо. После второго или третьего слоя это вообще отлично. Вот. Но не знаю, буду ли я ее покупать, так как, в принципе, в массе есть достаточно хорошие туши, которыми можно пользоваться. Ну, так побаловаться, наверное, иногда стоит. Вот. Это все, что было в этой коробочке. Еще раз повторюсь, что мне очень-очень понравилась эта коробка. Мне очень понравилась вот эта подача L-Box, что все такое красивое, по-девчачьи, всякие ленточки, всякие вот эти упаковочки. Видно, что люди заботятся не только о содержимом коробки, но и о внешнем виде, чтобы было приятное впечатление, чтобы, наверное, впечатление об этой компании, наверное, создавалось еще до того, как вы открываете коробку. Вот. И, конечно, вот этим самым они подкупают и полностью расположили меня к себе. Вторая коробочка тоже очень замечательная. Чуть попозже сделаю, опять же, на нее ревью, когда попользуюсь другими средствами. Еще раз спасибо L-Box за то, что прислали мне эту коробочку. И всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok